Сегодня солнышко. Очень редкое явление для ноября. Это очень кайфово. Я Кате отдал 64 гига оператива и взял себе 32. И на длинные влоги, вот я сейчас сижу, монтирую Питер, не хватает. Просто память вся забивается в премьере. И немножко тяжеловато становится. То есть тупники, поэтому сейчас гоняю с Катюшей в онлайн-трейд. И я взял еще две плашки 16. То есть у меня будет суммарно 64. И я надеюсь, ну хотя что я надеюсь, у меня было 64 и вполне себе комфортно. Вот такие дела. По поводу кроссовок, они чистенькие. А тачку я в итоге не помыл. С прошлого влога здесь прям очень грязно. Видно или нет? Вот так получше. Да, садимся. Вообще, наверное, очень тяжело смотреть мои влоги людям, которые никогда меня не видели. Потому что я разговариваю о каких-то вещах, которые были в прошлом влоге. Ну, в общем, если тут подписались, просто зайдите, их не так много. Раньше у меня было видосов штук 500, наверное. Но потом я разверся и удалил их все нахрен. И начинаю жизнь с чистого листа. Потому что кто-то спрашивает, типа так мало видосов, просмотров, а подписчиков много. Нет, это не накрутка. Я вот сейчас смотрю, в принципе, она не такая грязная, как была, когда мы выехали с этого говнишка. С аэропорта, я имею в виду. Конечно, конечно. Ну, потому что были сильные дожди. И, по сути, она сама себя отмыла. Вот тут очень много грязи было. Ну, сейчас все окей. Ну, надо только сверху вот эту всю пылюку сбить. И будет отлично. Ну, и, конечно, внутри у меня ковры, я вам показывал. Они прям пипец, трындец. Ну, а мы приехали в онлайн-трейд. Я уже провонял их. Мы каждые два дня, кажется, сюда приезжаем и что-то заказываем. Ну, ничего. Хорошая насля приходит мне сразу в голову. Что существует место, куда можно круглосуточно приехать и забрать товар. Да, я вообще не знала, что такое онлайн-трейд. А потом стала обращать внимание. Не в Брянске машины мы видели с тобой, и по дорогам. В Сочи есть онлайн-трейд. Только не круглосуточный. Нет. Вообще не знаю. Круглосуточный он, по-моему, только один вообще. Вот этот. Это очень удобно, он близко к нам. У нас, помнишь, с тобой было, там, я не знаю, мы едем, катаемся. Время там 12. Я заказываю, через полчаса нужно получить этот товар. Ну, причем ты говорил, что время у них изменилось. Сначала было там 2 часа, потом час, потом полчаса. Время до получения товара. Да, сейчас если заказываешь, полчаса все нужно получить. А раньше-то у нас было часа 2, да? А она у нас беда? Да. А ты знаешь, мне про она у нас высока? Нет. Правда не знаешь? Правда не знаю. Или придуриваешься? Нет. И потом покажу. Взял свои 2 плашечки, теперь у меня будет 64. И хочу обратить внимание, я сейчас в желтой толстовке, Томми. Покупал я ее в Баку, в Азербайджане. 2 или 3 года назад. Нет, по-моему, 3. Вот так вот. Катюх танцует. Встанем над рекою, зорьки летние, летние или ранние? Не знаю, пускай будет летний, мне все равно. Встречать раскудрявый клен зеленый, лист резной. Я влюбленный и смущенный перед тобой. Все, поехали. Музыкальная пауза заканчивается, и мы едем домой. К сожалению, солнышко практически ушло, а время 16.34. Можно еще помою? То, что так рано темнеет, меня это так бесит. Я так хочу весну, я так хочу лето. Я к тебе привыкла, ты можешь сколько угодно возмущаться и ныть, я уже привыкла. А вот подписчики, терпите. А я думаю, все равно у многих такие мысли, то, что грустновато. Просыпаешься, темно, чуть-чуть времени проходит, хоп. Я сегодня утром проснулась, увидела солнце, кайфанула. Думаю, господи, как офигенно летом жить, почему я этого не ценила целых три месяца лета, даже больше. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Пять месяцев приблизительно. Вот прям солнце постоянно светит. Это самые лучшие пять месяцев, наверное, в году. В моей жизни, еще скажи. Ну, серьезно, когда, блин, погода не солнечная, тучи, дождь, все серое, но это отвратительно. Не хочу ныть и жаловаться, но, правда, настроение прямо ухудшается. И уже сложно как-то его поднять. Надо себе делать вкусненький кофеечек, там, не знаю, себе делать масочки, там, ванну с пенкой, свечечки зажигать, не знаю, заниматься йогой, чем-то как-то, не знаю, медитировать, что-то надо делать, чтобы было кайфово. Потому что от погоды уже не покайфуешь. Катюня не сильно довольна то, что я набрал сладостей. Правильное питание. Шоколадница здесь, тортик мой любимый. И трюфелей захотелось. Россия, щедрая душа. Еще мне очень нравится и Си-40. Прикольная машинка. Я, может, когда-нибудь бы Катюня такую взял. Но точно не сейчас. Она, блин, до хрена сейчас ставит. Это вообще пипец. Поэтому, уж не знаю, будут ли устаканиваться цены на тачке. Такое ощущение, что нет. Но, все равно, мне хочется думать, что когда-нибудь я бы мог ее купить. По поводу Apple TV, я ее настроил, ребят, все отлично. И сижу теперь кайфую. Вообще, очень круто, что можно убрать просто пульт от телека. Я вот туда тумбочку спрятал. И все можно делать с одного пульта. У тебя громкость настраивается. Включаешь, выключаешь. Все просто огонь. Вот так вот она выключается. Просто нажимаешь на пиктограмму. Вот эту. Зажимаешь на пару секунд. И все, выбираешь. И также она включается. Вот. Достаточно быстро. Никаких танцев с бубнами. Никаких настроек. Просто воткнул и пользуешься. Ну, меня традиционно интересуют только два приложения. Это, соответственно, Ютубчик. И Кинопаб, который сейчас работает через Тинни IPTV с подменой ДНС. Вот такая история. Ну, и могу показать вам заодно серики. Я тут и на русские, и на иностранные подписан. Немножко подзабил, конечно, на какие-то... Ну, вот, например, Рассказ Служанки. Уже 10 серий. Пацанки. Да, вы будете смеяться. Я смотрел какой-то сезон. Угарно, конечно. Как там девчули дерутся. Вот. Ну, и заодно пролистаю. Вам покажу. У меня тут и козырьки, и нарка, и что только нет. Ад на колесах. Хорошая жена. Вроде как тоже прикольный сериал. Но много чего из этого я просто не смотрел. Вот. Здесь отображаются не все мои подписки. Тут еще киношки есть. Давайте вам тоже покажу. Тут у меня две коллекции. Ну, я вот пролистываю. Там, сами смотрите по постерам. Потому что если я буду про каждый фильм рассказывать, мы тут залипнем с вами надолго. И еще одна какая-то коллекция из 10 фильмов. Буду это все со временем смотреть. Ютубчик здесь тоже классно работает. Все в 4К. Кто-то я видел на форуме, писал, что именно вот эта версия Apple TV 4К 2017 года не умеет в 4К 60 фпс. Но это неправда. У меня все подключается нативно. Все классно. 4К 60 фпс. Ну, ура. Так что я очень сильно доволен. Никакого теперь геморроя. И мама мне тоже написала в личку, что все, Андрюх, теперь огонь. Можно не париться. Потому что она, говорю, просто перестала смотреть телек из-за того, что у нее была эта Android приставка, которая ей показалась сильно неудобной. Вы же знаете, я очень люблю всякие девайсы, особенно клавиатуры. Потому что вам уже неоднократно говорил, у меня кастомная. Это Q3 от Keychron. Сам выбирал себе кейкапы, сам выбирал себе переключатели. Все это установил. Но один из моих подписчиков скинул мне вот такую штуку. Это пиксельная клавиатура. Офигительно, ребята. Выглядит вообще. Мне очень понравилось. Я не буду прикладывать ссылку. Сами можете найти. Вот опять же заголовок. Pixel World First Week Compactible Mechanical Keyboard. И смотрите, в чем тут прикол. Ты делаешь ее полностью кастомизированную. Как переднюю, так и заднюю часть. Вот она, собственно, картинка. То есть тут миллион просто вариантов, как ее модифицировать под себя. Вот тут есть анимашки. То есть тут помимо того, что ты можешь кейкапы и свечи выбрать, еще и в том числе провода. Сейчас они тут где-то дальше будут. Вот. Хоп. Вот так вот. То есть это такой в виде лего кубика просто приемничек. И также выбираешь себе кейкапы. Там есть ДСА, СА, Черри и прочие-прочие штуки. Свечи тоже можешь под себя настроить. Очень крутая тема. Стоить она будет, по-моему, 169 долларов. Естественно, мы в России хер ее закажем. По понятным причинам. А по таймлайну, ну, вроде как, вот начнут доставлять первым покупателям в январе 2023 года. Я бы себе в коллекцию с удовольствием заказал. Потому что, опять же, повторюсь, то, что очень люблю клавиатуру. В этом влоге достаточно много технической фигни. Но я думаю, ребятам все равно будет интересно. Пару влогов назад я вам показывал свой SSD-шник, на котором хранятся все мои видеопроекты. Это 860 EVO от Samsung на 1 терабайт. В общем, я от него отказываюсь. И отдам потом его брату для того, чтобы он племяннику моему собирал компьютер по запчастям. А перешел я на вот такую штучку. Это Kingston. В чем прикол? Он очень быстрый. То есть тут скорость записи и чтения 3000 МБ в секунду. На этой штуке 500. То есть он морально немножко устарел. А учитывая, что я сейчас снимаю тяжеленные файлы, которые вот сейчас представлены на таймлайне Premier Pro, у меня, короче, просто есть иногда просадки по скорости. И вон там мелкая пиздюлина, она очень быстрая. Опять же, она на 1 терабайт тоже. Поэтому у меня и проекты туда все вылезают, и скорость отличная. А вот, например, Питер, про который я вам уже неоднократно говорил, этот проект там на таймлайне 1 час 20 с RAW видео. И весят это все 60 гигов. И вот перелистываешь вот так по таймлайну, ходишь вот в таком режиме, да, туда-сюда, вот так вот достаточно быстро. И у тебя все равно немножко притормаживает. С этим SSD-шником вообще все отлично. Причем я так настроил, что там проекты лежат и на Mac, и на PC, и все мои там приколюхи для видосов, музяка, там переходики и прочие штуки. Поэтому я очень довольен. У меня сейчас все летает. Оперативы я себе тоже уже поставил. Все работает отлично. 3600 МГц. Тупняков пока не вижу. Вот поэтому я очень доволен, что у меня теперь машина хорошо настроена, и у Катюхи все работает хорошо. Так что все технические какие-то моменты я поправил. Друзья, ну и по поводу питерского влога. Вот смотрите, я смонтировал буквально 13 минут. Вот на таймлайне это примерно вот здесь, да, находится. И сколько мне еще надо вот отмонтировать. То есть вот этот длинный кусок я вообще еще не трогал. Именно поэтому столько времени у меня и занимает вся эта фигня, и я вам постоянно об этом говорю. Поэтому наберитесь терпения, я обязательно это сделаю. Постараюсь прямо на этой неделе. Влог вот текущий я записываю 14 ноября. Постараюсь сделать, чтобы на этой неделе вы его получили. Но даже если не получится, все равно я буду продолжать записывать домашние влоги. Поэтому не сердитесь, и скоро вы все увидите. То есть мне хотелось бы вложиться в 30-40 минут видео по Питеру. А для этого надо достаточно плотно все смонтировать. Потому что, ну когда какие-то длинные перебивки, болталки, не все это смотрят. Постараюсь сделать подинамичнее, побольше там подписей и прочих вещей. Ну и на этой ноте буду заканчивать влог. Катюхи сейчас нет во влоге, потому что она занимается йогой. Ну а я сижу и немножко тут монтирую и записываю вам всякие видосики. Все, ставьте лайки, обязательно поддерживайте. Поддерживайте, мне важно получать от вас обратную связь. Ну и до встречи, там через день, два, три, сколько потребуется времени. Либо домашка, либо Питер выйдет.